Дети знают, как экономить. В мэрии в преддверии Дня энергетика подвели итоги конкурса «Свет и тепло, оплати и сэкономь». Конкурс проходит в городе уже третий раз и с каждым годом привлекает все больше маленьких участников. Мы видим, что география участников конкурса сегодня увеличивается. Это не только жители города Иваново, но, как я уже сказал, выше, даже из южи приезжают. То есть детям интересно во всех уголках нашей, в принципе, достаточно большой Ивановской области. Инициаторами конкурса стали Ивановский филиал ПАО «Т-Плюс» совместно с Департаментом энергетики и отраслевым союзом предприятий ТЭК Ивановской области. Номинации в конкурсе разные. Слоганы, рассказы, агитационные плакаты, рисунки и стихи. Если ты платить не хочешь за тепло или за свет, то живи тогда без света и тепла. Проблемы нет. Если, например, один человек не будет беречь электричество, тогда он останется и не будет платить за свет. Тогда он останется без электричества. Для конкурса школьники даже придумали настольные игры на тему энергосбережения. Ответить на все вопросы оказалось не под силу даже профессионалам. Мне очень понравилась игра «Ходилка». И мы попробуем, на самом деле, сделать ее в формате уже настоящей игры в промышленном производстве. В дальнейшем лучшие работы мы будем обязательно использовать в наших мероприятиях по теме энергосбережения. Все победители получили подарки и почетные грамоты. А энергетики и представители администрации всерьез задумались над тем, чтобы размещать лучшие рисунки и стихи на квитанциях. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иванова.